Коллеги, добрый день. Слышно? Надеюсь, что пишите в чате, слышно ли. Да, надеюсь, слышно. Отлично. Мы сегодня с коллегой расскажем вам про Apart Hotel DocLands. Меня зовут Яна, я менеджер по маркетингу Ирина. Меня зовут Ирина, я менеджер делопродакш. Мы будем очень рады с вами сегодня пообщаться. Да, мы очень должны поблагодарить коллег-организаторов онлайн-выставки, что дали нам такую прекрасную возможность выступить в первый день после таких прекрасных спикеров, нужных сообщений в чате. Вот. Было очень интересно сегодня вначале. Надеюсь, вы тоже слушали и постараемся поддержать планку, которую задали наши коллеги из комитетов по туризму, с других организаций. Ну, собственно, также еще скажем, что мы, DocLands, впервые участвуют в выставке, в онлайн-выставке. И мы с Ириной впервые проводим подобный вебинар, поэтому, может быть, и будем немножко сбиваться. Но вы не судите нас строго, мы будем стараться. Итак, DocLands. Мы, можно сказать, уникальный отель. Фонит. Не знаю, почему фонит. Наша уникальность складывается из нескольких преимуществ. Первое – это наша концепция. Мы – лофт-отель. Мы находимся на набережной Невы. Мы, несмотря на то, что этот стиль лофт на слуху, но фактически реализованных проектов в городе до этого не было. И тем более отелей, апарт-отелей. Также мы уникальны еще по той причине, что мы классифицированы как четыре звезды. То есть мы классический отель с полным набором сервисов. И мы первые и единственные в Санкт-Петербурге отель этой категории. Мы расположены, как я уже сказала, на набережной Невы. В месте, которое можно назвать таким не туристическим, но этот район очень активно развивается. И вот на фотографии вы видите лахта-центр и стадион. Это такие новые достопримечательности города, новые приоритеты на карте. И мы находимся относительно близи к ним. И также очень быстро можно от нас добраться до центра. То есть 15 минут на машине, и вы уже на Невском. Также можно доехать на метро. Тоже очень быстро, 10 минут. И вы уже, можно сказать, на Дворцовой площади. Наши апартаменты включают от двух до восьми человек. То есть удобно проживать. Ближайшее метро Приморское. Это зеленая ветка за Васильевский островской. То есть это Васильевский остров. Так, перейдусь к презентации. Апартаменты вмещают от двух до восьми человек. То есть можно проживать как парой или, например, большой семьей. То, что очень часто у нас бывает, очень часто приезжают к нам семейные гости. И наши апартаменты полностью укомплектованы всей техникой, мебелью. И, разумеется, посудой для длительного и суточного проживания. Так, при строительстве мы использовали зеленые технологии. То есть у нас энергосберегающие технологии использовались. И наш отель получил несколько премий в области строительства по зеленым технологиям. Немного интересных фактов. При строительстве было использовано 590 тысяч кирпичей ручной формовки, привезенных с датского фамильного завода «Питерсон Тегль». И тоже интересная общая площадь истекления в наших корпусах составляет 4,5 тысяч квадратных метров. Если кто знает, в Петербурге есть широкий мост, синий мост. И наша площадь остекления больше, чем этот мост. На нашей территории высажен скандинавский такой небольшой парк. Ели, сосны, барбарис, моржевельник. То есть получается такой полноценный парк для прогулок. Очень удобно для семей с детьми. Вот на этом слайде на фотографии видите детскую площадку. Она такая не банальная, в таком тоже скандинавском стиле. Вся деревянная, все экологически чисто, все натурально. Очень красиво. Так, еще раз про наши преимущества. И на этом слайде дополняю. Наше преимущество еще состоит в том, что мы этот отель, Apart Hotel Docklands, это проект редевелопмента. То есть на этом месте раньше находились доки грузового порта. Отсюда есть созвучие Docklands Docky. И мы вдохновлялись проектом похожим, который был создан в Лондоне в 60-е годы. Тоже в долгах грузового порта. И мы всегда открыты не только гостям, но и горожанам. Как я уже сказала, у нас есть ресторан, у нас есть, теперь у нас появится еще и свой спортзал. И мы очень активно работаем с сообществом, с городским. Мы дружим в фейсбуке, в группах. Мы размещаем свои предложения. Дружим с василеостровцами. Кто был в Петербурге, может быть, знает, что Васильевский остров – это такой обособленный исторический кусочек Петербурга, на котором, в принципе, есть все. Можно проводить здесь выходные, если вы приехали, например, на каникулы с детьми или парой. Можно проводить время полностью на острове, никуда не выезжая. И чем можно будет заняться здесь, попозже тоже презентация расскажем. И тоже особенность такая приятная, важная для гостей – мы находимся у воды. И, несмотря на то, что Петербург – это город такой морской, город рекоканалов, у нас очень мало отелей, которые могут похвастаться видами на воду. У нас не просто вид на воду, панорамный вид на воду и на большую воду, то есть не на реке, то есть не на каналы, не на фонтанку или мойку, прямо на большую ниву. Не только на ниву, но и на лахта-центр, и новый стадион «Газпром-арена». Наверное, многие про него уже тоже слышали или даже были. Немного про начинку. Главную нашу – это апартаменты. У нас, наверное, фонд сейчас составляет… Да, у нас 181 апартаменты, и они перерасчиваются постоянно. Да, у нас прибавляется количество апартаментов. Сейчас вот 181 апартамент. И к весне 2021 года у нас откроется, запустится вторая очередь, то есть номерный фонд увеличится еще на 400 апартаментов. То есть мы такой очень масштабный проект в рамках Петербурга. Собственно, апартаменты. У нас высокие потолки, у нас даже самые стартовые категории номеров студии очень просторные, то есть не менее 30 квадратных метров. Студии, как и все остальные люксы с одними, двумя или тремя спальнями, имеют полностью оснащенную кухню, есть вся необходимая техника. Такое, я помню, техника Bosch. В видовых студиях есть капсульные кофемашины эспрессо. Капсулы мы тоже предоставляем на заезде, как и воду. Как я уже сказала, есть панорамные окна. Во всех апартаментах особенной чертой является кирпичная кладка на стенах, то есть мы поддерживаем такой вот стиль, но при этом очень уютно, нету никакой такой холодности в оформлении, приятный свет, хорошая меблировка, приятная мебель. Коллеги, вижу вопросы. Давайте прервемся потом. Вернемся позже, да. Я все записываю, все запоминаю, чтобы жить и не сбиваться. Да, у нас везде есть Wi-Fi, разумеется, высокоскоростной, гостиные в апартаментах с одной, двумя и тремя спальнями, весь набор посуды, кондиционирование системы, климат-контроль, теплые полы в ванной комнате. И особенный момент – это безупречная звукоизоляция. Это действительно очень важно, и мы очень рады получать от наших гостей отзывы о том, как они оценивают высоко нашу звукоизоляцию. Никто никогда не жалуется на какие-то посторонние звуки из других апартаментов, ну, чаще всего не жалуются, и с позитивом отмечают нашу звукоизоляцию. Вид из номера, да, есть, вот чуть позже покажем, здесь презентация должно быть. Да, есть одноместное размещение, душ или ванна. У нас есть и то, и то. Да, 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 апартаменты в студии в основном все с ваннами, апартаменты с одной спальней, то есть люксы уже на выбор, или душ, или ванна, есть и такие, и такие. Да, полноценная кухня во всех номерах. Так, везде есть микроволновка, плита, духовка там. Нет, духовка, бочек тут, как говорится. Духовка, да, не во всех, чайник, микроволновка, плита, как уже сказала, холодильник, и посудомоечная машина везде. Да, посудомоечная машина везде, капсулу мы тоже предоставляем. Соответственно, по категориям добавляется только наличие духового шкафа и кофемашины. Так, про завтра нам уже хотят. Пока вот мы между слайдами, давайте про завтрак тогда можно сказать. У нас вообще по стандартному торику питания в Сэмрус не входит, но мы его с удовольствием предоставляем гостю, если он его попросит. И просто за дополнительную стоимость может завтракать в нашем ресторане. Да, и мы не так давно обновили меню завтраков в нашем ресторане. То есть гость получает не шведский стол, а сет меню. Сейчас не скажу, сколько именно там сетов на выбор, но вы можете выбрать напиток, можете выбрать горячее, десерт и что-то еще, какое-то третье или четвертое блюдо, сейчас не помню, но мы информацию обязательно скинем в полном объеме после презентации. Звукоизоляция, да, вы правы, мы на потребу дня есть действительно спрос не только на длительный срок, но и на короткий, там, двое суток, трое. Мы сделали пакет звукоизоляции с хаббордом и флубордом. Но он, правда, чуть дороже, чем две с половиной тысячи за... Да, вот, и вернемся к вопросу выше, на какой базе работает отель? Хабборд, 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 хабборд. То есть прижимание, спортзал. На самом деле по поводу спортзала мне сейчас сложно сказать. Он у нас открывается 1 июня или июля летом, в общем. И пока что не сформирована политика в отношении предоставления услуг зала, но я думаю, что будет какой-то спецтариф, либо все будет в открытом доступе. Пока что сложно, сложно сказать, как это будет. Вот по поводу питания, оно у нас, в принципе, не включено. То есть для нас нетипичная ситуация, когда мы добавляем питание в тариф. Естественно, у нас... Ну, сейчас мы такой тариф сделали, возможно, в будущем по спросу будем наблюдать и добавлять. И вообще для парт-отелей я скажу, что это не свойственно, потому что не в тех парт-отелях, во-первых, есть свой ресторан. У нас он есть, нам повезло, но это было все заранее продумано, конечно. По поводу, собственно, питания сказала про лифты. У нас... сейчас у нас два, как сказать, два корпуса. В каждом корпусе у нас... Сколько лифтов? Три в одной стране, три в другую. Да, лифтов очень много. У нас всего 11 этажей. Апартаментов на этаже сколько? Я не скажу, если честно. Я тоже, наверное, не знаю, мы посмотрим. В целом все хватает. Напишем, да. Очередей у нас никогда не бывает. Все очень... все распределяются очень органично, никто в очереди на лифт не стоит. То есть у нас большие холлы, высокие потолки, и от входа у нас два больших коридора, два широких коридора, и, соответственно, в двух лифтовых холлах по три лифта. Так, точки питания. У нас здесь есть... У метро Приморская есть, конечно же, рестораны, но мы все-таки как-то стараемся предлагать свой ресторан, он у нас действительно заслуживает внимания. Там открытая печь, и ребята из ресторана очень здорово делают пиццы. Это прям вот такой вот у них специалитет. Все очень вкусно и красиво делают, и обязательно поделимся с вами меню, кому интересно, и ссылочками на сайт, и на соцсети. До метро, да, можно дойти. Где-то минут 10-15 займет дорога через парк, и тихий двор. Действительно, очень тихий, и тут, конечно, дорога не просматривается прямо сразу, и нужно... Ну, наши коллеги с ресепшн, они всегда подсказывают самую быструю дорогу и всегда помогут сориентироваться. Для свадьбы у нас есть предложения, мы попозже о них расскажем. На каком этаже ресторан? Ресторан находится на первом этаже. Опять же, повторюсь, он открыт не только для гостей, но и для горожан. К нам очень часто приезжают на ужин, там проводятся детские мастер-классы по выходным, детки готовят десерты, готовят пиццу, всегда очень-очень вкусно, красиво и весело. Проводятся детские дни рождения, проводятся конференции не только наших гостей, но и людей, так сказать, в окне. Конференц-залы. У нас есть очень большое конференц-пространство на 300 квадратных метров, тоже в стиле лофт, с бетонной отделкой, тоже все очень стильно, все не банально для Петербурга, очень... Ну, само по себе место очень интересное. Но сейчас конференц-зона у нас находится на ремонте, она дорабатывается, и планируем, может быть, где-то к лету ее уже сдать в эксплуатацию. Парковка. Парковка у нас есть открытая и закрытая, все охраняемое. Парковка платная. Парковка платная для гостей отеля, 500 рублей в сутки, подземная. Есть также наземная парковка, она скорее для таких временных гостей, она 100 рублей в час. Парковка, охраняемая, камеры, в общем, фонбал, все есть. По размерам кровати и дивана, они у нас стандартные. У нас есть кровати стандартных размеров, они 2 на 180, кажется. Но, в принципе, мы можем уточнить, если это нужно. Вот спросим у нашей службы гостиничной, какие у нас размеры. Да, мы на все вопросы, на которые сейчас не можем ответить, мы обязательно с вами можем связаться после и рассказать подробнее. Видеопрезентации, как таковой презентации нет, но у нас есть несколько очень красивых, красочных видео, и мы вам в конце администрации их покажем. А насчет видеопрезентации обязательно ее сделаем, то есть просто у нее действительно есть. Так, вот включила слайд с нашими апартаментами, мы их подробнее. Они у нас делятся условно на 2 категории, это студия и апартаменты со мной двумя и тремя спальнями. Видовые характеристики есть, соответственно, 2. это во двор и на воду. И виды на воду тоже делятся на панорамные и на непанорамные виды. То есть там этаж немного пониже получается. Так, далее. Наши новинки. Давайте тогда... Сейчас мы, давайте вопросы сразу разберем, которые были... Сразу разберем. У нас это все, все есть на заезде. Мы это все, мы номера сразу комплектуем при уборке всем необходимым. У нас есть косметические принадлежности, есть тапочки, халаты. Не во всех апартаментах, в премиум категориях не лежат, а так можем принести бесплатно. По запросу. В студии мы приносим по запросу все, что... Все необходимое. И зубные наборы, косметику, воду. Да, даже если оно не лежит сразу на заезде, то гость всегда может обратиться на ресепшн и попросить, и мы все принесут в ближайшее... Ну, по возможности, в ближайшее время. Уборка у нас в апартаментах раз в каждый день ежедневная, и раз в три дня смена белья, смена полотенца. Общее количество апартаментов 181, но их количество прирастает. То есть у нас номерной фонд увеличивается. Виды супер. Спасибо. Да, все номера с балконами. У нас французские балконы. Это такой вид балкона, при котором вы можете открыть панорамную дверь полностью, и будет загородка. Перегородка такая из плотного стекла, то есть ничего не будет мешать наслаждаться видом, но какой-то дополнительной площади, чтобы на нее выйти ногами, такого нету. Это называется французский балкон. Туалетные принадлежности нет, у нас бесплатные. Нет, не все номера с видом на реку. У нас есть номера с видом во двор, в тихий двор с нашим скандинавским парком, и, соответственно, на воду. Вода бутилированная. Максимальное количество человек в одном номере. Как уже говорила в начале, может быть, пропустили, до восьми человек вмещают апартаменты. У нас есть апартаменты с тремя спальнями. Соответственно, по два спальных места в каждой спальне. То есть большим семьям или каким-то компаниям очень удобно размещаться у нас. С группами школьников мы работаем. Да, мы работаем. Просто необходимы все документы на всех участников группы. Но в целом опыт у нас уже есть. Мы размещали даже группы школьников. Мы планировали размещать их в мае, но у них переносятся поездки. И уже у нас был опыт с музыкальными коллективами. У нас устанавливалась группа таких подростков, детей на день гимна, когда им нужно было исполнять гимн России. На какой-то очень большой... Ну, на стадионе у нас очень большие площадки. Часть из этих участников мы размещали. Да, у нас очень сильное направление с музыкальными коллективами. И развиваем спортивный сегмент, потому что у нас здесь очень много спортивных арен. Стадион, юбилейные, концертные арены. И все в очень удобной транспортной доступности. На балкон выйти... Да, вы правы. Выйти туда нельзя. То есть шаг вы не сделаете. Вы можете просто открыть окно. Да, и наслаждаться видом. Бонусы или другие программы. Мы сейчас, вот, на апрель мы сделали предложение для туристических агентств с повышенной комиссией 18%. Мы... Ирина напишет вам в чате промокод, по которому можно у нас на сайте бронировать номера и получать повышенную комиссию 18%. Сейчас предложение действует до 30 апреля, но мы его, скорее всего, продлили на период мая. То есть даже если оно действует, само предложение возможно забронировать до 30 апреля или до мая, но даты бронирования, они как бы действуют весь год. То есть можно забронировать до конца года. Сейчас вот это по специальному предложению с 18% комиссией. Вот, порой, возможно, на сайте отеля. До конца. Да, сайт есть в закрепленном сообщении. Так. Мы не закрыты. Мы работаем. У нас формат нашего объекта таков, что у нас живут долгосрочные арендаторы, и мы никого, ни в коем случае не можем выселять. Мы работаем в прежнем режиме. Мы, более того, поддерживаем имеющийся спрос на суточную аренду, который есть от жителей Петербурга. Соответственно, мы работаем в прежнем режиме. Немного сократили размер штата, но так существенно ничего не изменилось для наших гостей. Разрешено ли курить в номере? У нас в номере нельзя курить, но у нас на территории оборудовано два места для курения, и только там можно курить. У нас есть наша прекрасная способность безопасности, которая наблюдает за тем, чтобы наши не очень строгие требования соблюдались. Так, смена белья, да, Ирина сказала. И у долгосрочных арендаторов смена белья и уборка раз в неделю. У них долгосрочные арендаторы живут по специальному тарифу, который где-то мы недавно подсчитали. Это 50-процентная скидка отсутствующей аренды. И у них уборка, чтобы не беспокоить гостей, раз в неделю. Так, кто-то сейчас... Пожалуйста, коллеги. Техническая заминка. Новинки отеля. Коль скоро мы такой в хорошем смысле нескандартный отель, мы радуем за то, чтобы у наших гостей был такой же нескандартный, интересный досуг. И с этой погодой мы сопричим с Домом культуры Льва Лурье. Это такая уникальная для города институция. Это такой, ну, не в привычном понятии Домом культуры, а это организация, которая предоставляет очень интересных лекторов, очень интересных экскурсоводов. И там вы можете выбрать какие-то нестандартные экскурсии. Не просто там погуляться по рекам и каналам, а в контексте какой-то темы посетить такую экскурсию. Например, вот по Васильевскому острову водятся экскурсии по, вот как раз в лес, где мы находимся, по району Коломна, экскурсии по парадной бетроградской стороны, экскурсии в историческом контексте Серебряного века и очень-очень много других экскурсионных программ. Мы гостям помогаем подбирать все и в соответствии с длительностью их размещения, с их интересами, вместе как-то продумываем их досуг. Всегда открыты, рекомендуем, стойка всегда помогает оперативно. И также для гостей с детьми мы предлагаем программы от дома школы Бенуа. Это наш партнер. Тоже с этого года с ними сотрудничаем. Что представляет для себя школу Бенуа? Это такой, наверное, можно сказать, частный детский сад, предшкольная подготовка. Там дети, по-моему, до 8 лет. И по специальным тарифам гости, которые живут у нас с детьми, преимущественно гости, которые приезжают на длительный срок, у нас их много, им это актуально. Эта школа находится в 10 минутах дороги от отеля. И есть несколько тарифов. Можно выбрать полный день, можно выбрать полдня, стоимость включенного питания, трехразовая, ну, это в зависимости от длительности пребывания ребенка в школе. Соответственно, вы, или там ваши клиенты, кто заинтересован, они приезжают, могут спокойно ребенка определить в это досугово-образовательное учреждение, где с соблюдением всех требований безопасности с ребенком будет наработать педагог, он будет находиться в группе, тоже в группе детей, там небольшие группы, они делятся по возрастам. Мы, да, для малышей у нас есть детские кроватки, сейчас закончим школу Бенуа. Мы только начали с ними сотрудничать, запросов было пока не так много, но мы активно собираем обратную связь и как-то тоже в режиме диалога корректируем предложение. И если от вас будут тоже какие-то запросы от ваших гостей, то мы всегда, всегда открыты и вместе можем предложить какой-то удобный формат размещения, формат организации времени детей, взрослых, чтобы всем было удобно и комфортно у нас. Детские кроватки. Да, да, детские кроватки мы даем. Это скандартный такой манежик маленький, он рассчитан на детей до трех лет, и мы предоставляем их бесплатно. Ну, то есть все. Да. Так, был вопрос про свадебное предложение. Собственно, вот, немного подробнее. У нас, надо сказать, что мы, честно говоря, даже не ожидали, что на наш этапе будет такой спрос у молодожен, но оказывается, что такой лаконичный лофт-стиль, ну, разумеется, очень такой уютный и стильный, он подходит многим для фотосессий. И очень часто у нас арендуют апартаменты для, например, сборов невесты, для свадебных фотосессий. У нас даже снимали для некоторых очень известных свадебных журналов, делали съемки. Соответственно, живописный двор-парк, номера в стиле лофт. Это все очень способствует созданию хорошего фото-видеоконтента. У нас очень удобно размечаться вместе, например, с визажистами, с видеографами. Очень просторно, всем хватает места. Можно отдельно выделить зону для макияжа, для утренних сборов. Мы делаем комплимент от отеля всем молодоженам, украшаем апартамент, предоставляем бесплатный ранний заезд и поздний выезд, повышаем категорию номера до апартаментов с видом на него и предлагаем гостям молодоженов специальные тарифы на проживание в течение первого года после свадьбы. Очень часто на это есть спрос, и мы вот с октября мы сделали специальную акцию, на нашем сайте разместили. Можно вот в прикрепленном сообщении перейти и почитать подробнее. А цены, цены все зависят от дат, то есть у нас нету какого-то фиксированного тарифа по этому пакету, это все в рамках... зависит от дат, которые выбирают. Смотри, смотри. У тебя внимание. Мы открыты с... Ну, два года нам практически. Сейчас весны 18-го года. Да. У нас в контексте вопроса, дополню, что у нас изменяется номерной фонд. У нас, когда мы открывались, у нас было... Знаешь, сколько... На самом деле постоянно апартаменты перерастают, и в самом начале там было... буквально, знаете, на одном руках можно пересчитать апартаменты. Промокод или... Вот сейчас, да, направили. Также, в принципе, можете указать в вашу почту, и я вам направлю... Направлю промокод. Да, мы... Мы работаем также по агентскому соглашению с агентствами, поэтому кого заинтересует наша презентация. Будем рады пообщаться лично, обсудить это. Так, вернемся к презентации. Мне очень нравится этот слайд, эта фраза, потому что она характеризует тренд, который появился уже достаточно давно, но я вот хотела бы сделать на этом отдельный акцент сейчас. Турист уже такое непопулярное слово. Даже туристы, мне кажется, не совсем хотят себя так назвать. Все хотят получать локальный опыт, все хотят быть... Насколько это возможно становиться... Горожанами, конечно, не стать, но приблизиться во время поездки к пониманию того, что же это за город такой, Петербург или любой другой, где бы ты ни оказался. И этому, конечно, мы должны способствовать отели, агентства, турфирмы. И мы очень рады, что мы этот тренд чувствуем, что мы стремимся к его реализации. Мы хотим, чтобы наши гости были не туристами. Мы хотим для них быть сами больше, чем просто отель. И стремимся продвигать для них получение локального опыта. То есть посещение каких-то всем знакомых, привычных мест, а изучать что-то новое. Потому что Петербург – это не только город, дворцов, площадей, проспектов, но он гораздо больше, многограннее. И мы хотим, чтобы люди узнавали его лучше с разных сторон. Вот слайд с нашим расположением. Мы находимся на Васильевском острове. Большинству он известен только по… был известен по университетской набережной, на которой находятся все известные достопримечательности. Это консткамера, здание 12 коллегий, где находится Большой университет. Это Академия художеств. Ну вот не так давно, может быть, знаете, появился Севкабельпорт, появился Василия Островский рынок. Уже достаточно несколько лет функционирует музей Иральта. Это самая крупная частная коллекция в России. Частная коллекция картин и произведений искусства. Это все находится на Васильевском острове, и мы образовываем вместе с нашими, так сказать, соседями по культурному досугу такой вот интересный маршрут, как мы, кстати, сейчас занимаемся созданием своего гида по Петербургу, по острову. И если у вас есть какие-то идеи, какие-то тоже интересные места, любимые места в городе или на Васильевском острове, тоже делитесь, мы посмотрим и включим их в наши маршруты. Соответственно, по карте видите, что мы находимся в северной части острова, и от нас до Севкабельпорта, где сейчас проходят... где проходят раньше, до всего, что сейчас проходят концерты, всякие модные фестивали, ярмарки, выставки, мероприятия. От нас до Севкабеля 10 минут на авто и до Васильевского рынка, который находится у метро Васильевского острова, тоже примерно столько же. Ну, и РАРТ, ну, я бы сказала, столько же. Остров довольно компактный и удобно с удобной транспортной доступностью. То есть для всего можно добраться на автобусах, на маршрутках, на велосипедах или даже пешком. От нас до Дворцовой площади... Так, музей кукол, спасибо. Спасибо, что пишете. Так, длилось. До Дворцовой площади 15 минут на машине, и, соответственно, переезжайте Дворцовый мост. Ну, и вот вы уже в центре. Там до всего можно дойти пешком. Весь центр можно обойти пешком. И для любителей долгих прогулок дорога из центра до отеля тоже будет таким интересным маршрутом по набережной Марка Макарова. От... Сейчас включить указку. Вот здесь вот находится Стрелка Васильевского острова и по набережной Макарова пешком... Как ты думаешь, сколько это будет? Ну, такая долгая прогулочка получится, наверное. Я думала, что даже побольше, но гулять... Хорошую погоду. Хорошую погоду. Да, самое одно. Надеемся, что это все скоро закончится минимальными потерями, и нам, наконец, скоро поедут гости в большем количестве. В аэропорту, на вокзале... Да, у нас есть услуга «Трансфер». Мы можем встретить и сопроводить. Да, да, да. Мы можем по стоимости, к сожалению. Там есть разные классы трансфера. У нас во все тарифы, во все услуги входит встреча гостей в аэропорту или на вокзале с табличкой. То есть у водителя сразу есть контакты гостей, они с ним связываются. В принципе, такая услуга прямо... Можно там и бизнес-классы заказать, и эконом-классы, но, в принципе, во всех в них входит встреча с табличкой. В общем, гости не теряются. Обычно всегда находятся. И парковка, если это встреча в аэропорту, то сразу в стоимость входит проезд по ЗСД. Да, мы находимся... Тоже важно отметить, что мы находимся рядом с западным скоростным диаметром, то есть рядом в контексте того, что от нас очень удобно ехать, например, в аэропорт. Или в выставочный центр «Экспофорум», где часто проходили, будут проходить деловые и самые такие знаковые мероприятия в городе. Вот можете здесь увидеть, здесь отель, и вот здесь вот заезд и съезд на ЗСД. И вот в эту сторону движетесь к аэропорту. Да, с животными мы заселяем килограмм. Ну, в принципе, мы с любыми животными заселяем, которые не вредят другим гостям. А по стоимости трансфера у нас примерно стоимость от 1300 рублей до аэропорта и 900 рублей до вокзала. Это в одну сторону. От проживодных, да, мы с удовольствием размещаем. Только при заезде с домашним питомцем необходимо носить залог, а также стоимость проживания увеличивается на 500 рублей ест в сутки, если же питомец до 70-50 сантиметров в полке. Но в целом это очень маленькие собачки и кошечки. Или на плюс 1000 рублей в сутки, если это, ну, такая большая собака. В основном у нас такие примеры гостей были. То есть я вам стандартные случаи просто расскажу. С нестандартными животными там заезжали, но это нужно отдельно просто обрывать. Да, у нас был один гость с мини-пигом заезжал. Маленькая такая симпатичная свинюшка, с которой гуляют, ну, как с собакой тоже. Да, 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 уходили они с ней. Да, очень. Даже кость. Визит в отеле. Нет, депозита нет. Есть только, вот как я уже сказала, его можно рассматривать как залог с питомцем, который возвращают на выезде. И так как у нас в апартаментах нет мини-бара, то, соответственно, ну, такая вещь, как депозита у нас, который можно... Если только... У нас как-то размещались, размещаются гости, у которых фирма оплачивает заранее депозит, и они на эту сумму питаются в ресторане. Потом мы собираемся с рестораном. То есть, в принципе, все возможно. На любое сотрудничество мы готовы обговаривать. Даже вот как бы это... Хорошо это будет, да. Да, ну, клиенты ориентированы. Так, вернемся к презентации. Новые достопримечательности города. Они все расположены достаточно близко к отелю. Это Лахта-центр. Это самый высокий небоскреб насчет мира, наверное, да, если Википедия говорит. Нет, Лахта еще не открылась. Она... У нее, по-моему, сняли все краны снаружи, но внутри там еще идут какие-то работы. И «Газпром-арена», которая принимала уже матчи чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации. Это домашняя арена футбольного клуба «Зенит». На ней проходят матчи этого клуба. Раньше они проходили на Петровском стадионе, до которого, кстати, тоже от нас очень близко, но там сейчас играют какие-то другие локальные клубы, типа Тосна и что-то еще. И вот этот стадион, он расположен в Приморском парке Победы, так называемый Крестовский остров. И на нем к чемпионату мира построили очень симпатичную набережную с такими деревянными шезлонгами. Очень приятно там летом люди даже загорают. хорошую погоду, которая у нас случается, хотя не так часто, как хотелось бы, поэтому все всегда ловят солнечные деньки. Вот, парк в целом очень приятный. От него до отеля можно доехать на метро, через Приморскую, пересесть на фиолетовую ветку, либо на машине, на такси, через... Что тут играет скул, да? Ну, не суть важна, в целом это очень близко к нам. Так, и снова коснусь Севкабеля и Василиостровского рынка. Это все тоже проекты редевелопмента, в частности, Севкабель. Там раньше находился завод, по-моему, так и назывался Северный Кабель. Там гигантские заводские пространства, которые переоборудовали в такой креативной... в зону такого креатива с выставочными залами, с барами, кафе. Летом, точнее, зимой там делают каток у моря, а летом там делают такую вот красивую, приятную набережную с вертикальными стойками для того, чтобы около них загорать. Это такая аллюзия на моржей, которые у нас загорают у Петрофаловского собора, стоя... тоже стоя вертикально, оголяясь по поясу или как им нравится. И Василиостровский рынок – это совсем свежий проект, он открылся, по-моему, прошлым летом, ему еще нет года, он набирает обороты, это такой аналог фуд-кола, например, чуть-чуть, наверное, он похож на депо, но в гораздо меньших объемах. Ну, да, да, Даниловский рынок. Скорее, да, московский Даниловский рынок, что-то похожее на наш, он активно развивается, там есть и фудкорт с террасы, и есть корпус отдельно со свежими фермерскими продуктами. Очень такое модное у горожан место, ну и мы, конечно, стремимся продвигать такой локальный досуг для наших туристов. К нашим услугам относятся абсолютно практически, наверное, все, весь набор гостиничных классических услуг – это гласточный ресепшн, консьерж, уборка, рум-сервис, организация трансферов, сезонный прокат велосипедов и электросамокатов. Да, сейфы у нас в каждом номере, паркинг, билеты, химическо-прачечная и все необходимые виды доставок, что актуально очень сильно сейчас, когда сильно должны сидеть, максимально находиться больше дома и изолироваться от людей, сокращать контакты с посторонними, сейфы нет, сейфы бесплатные. Все входит в стоимость номера. Соответственно, вот наши услуги. Добавил. Wi-Fi бесплатный. Ну и Wi-Fi, конечно, спрашивают. Бесплатный интернет на территории Атолия. Да, в принципе, все. Добрый вечер. Как-то вы долго на нас шли. Далее у нас с вами тут запланирован такой небольшой интерактив. Вот, хотим услышать ваше мнение, какие вообще направления будут интересны для туристов, если границы будут закрыты, будет запрет на выезд, и, в принципе, люди не будут хотеть рисковать куда-то уезжать за границу. Насколько им вообще будет интересен Петербург, наш объект, на ваш взгляд, или, так, спасибо, мы передадим Петербургу. Насколько будет вообще интересен наш объект, отель или какие-то еще города, вот с кем конкурирует Петербург, расскажите, очень интересно, потому что мы, вот, наверное, у нас первый такой опыт связи с региональными коллегами. Интересно, какие у вас мнения? Да, Карелия, Калининград, да, это точно. Да, ну и Сочи, конечно. Вот, как всего, Москва, Казань, да, Казань вообще красивая. Казань, мне кажется, она только набирается сейчас. Ну, мое такое дилетантское мнение. Так, давайте, наверное, пока рассуждайте, пишите. Мы включим вам наше видео. У нас, в общем, запланировано два видео. Сначала покажем общее, и потом отдельно про апартаменты от нашего, одного из блогеров, с которым мы недавно сотрудничали. Так, что будет, конечно. Так, сейчас, только сейчас и праздник. Это тоже. Продолжение следует... Мы как раз завершаем презентацию. Так. Отлично. И следующим туром у нас запланирован розыгрыш сертификата. Для особо внимательных слушателей предлагаем ответить на вопрос. И получить сертификат с открытыми датами в Docklands. Возможно, для кого-то это будет интересным поводом посетить Петербург, познакомиться с нашим объектом. Такой так называемый тест-слиппинг получится. Вот вопрос. Вау. Это что? Все запомнили? Можно отдать назад? Так. Отлично. Все молодцы. Первым был в нашем чате Алексей Дерещагин. Мы с вами свяжемся. Алексей, молодец. Небольшой, большие цитаты из... Очень-очень-очень быстро у нас закончился. Да-да-да. Мы на самом деле думали, что вопрос будет сложным. Такие у нас были мысли. Вот. На вопросы. Там было партии вопросов таких больших. Мы потом на них ответим. Или, в принципе, можете... Ну, я могу просто... Ну, ладно, вам я все равно напишу. Нам написать на почту, которая в закрепленном сообщении и с всеми вопросами. Вам на все ответить. Да. Небольшие выдержки из отзывов наших гостей. И наши контакты. Здесь, правда, не Ирина, а Юлия. Это наша руководитель. Юлия нас смотрит. Привет, Юлия. Так, стандартная комиссия агентства. Какая стандартная комиссия? Вообще, на самом деле, зависит от агентства. Но сейчас повышенная пока что 18%. Так, 10. Стандартная. Да, пишите нам на закрепленный. Или мы свяжемся от тех, кто оставил свои e-mail. В общем, обратная связь обязательно будет. Все мы свяжемся, обсудим, никого не потеряем. И напоследок наше другое любимое видео от блогера. Но тоже очень коротенькое. Смотрите. И пока пишите в чате, мы тут тоже постараемся ответить. В принципе, все контакты нам передастся на профитревел. Поэтому все e-mail будут. Все равно все. Я надеюсь, что звук сейчас у всех есть на видео. Потому что мы его отключили. Чтобы не фонило. И это сейчас, когда, в принципе, погоду так сложно поймать. Да. У нас в Инстаграме проходит конкурс. Мы тоже разыгрываем сертификат с открытыми датами. Тоже могу отправить ссылочку, кому интересно. Во-первых, подписывайтесь на нас. И участвуйте. Вам спасибо. Там были парочки вопросов. Таких довольно развернутых и интересных. Мы под конференцией, под мероприятием. Мы, на самом деле, только рады размечать гостей. Например, если проходит какая-то конференция. И мы одновременно можем разместить гостей. И предоставить им конференциал под необходимое мероприятие. Со всеми, с оборудованием. В общем, с требуемыми, не знаю, проектором. Всем, всем, всем угодно. Все мы обсуждаем. Мы, да, отправили ссылочку. В Инстаграм там есть это видео. И один, у нас есть с вами еще пять минут. Немного коснусь того, как отель работает сейчас. Как я уже сказала, у нас есть долгосрочные гости. Мы презентацию вышли всем. Да, как-то мы технически с организаторами этот вопрос уладим обязательно. А, вот, вот этот же вопрос. Спасибо большое, что вы повторили. Да, мы работаем по системе динамического ценообразования. Еще там, там же будет выше вопрос про минимальный и максимальный порог. А, да, так, больше вопросов есть. Минимальный порог у нас сейчас... Может, можно это рассказать? Это, да. Сейчас у нас даты максимально низкого спроса в целом ситуации. Это 3500 рублей в сутки. Максимальный тариф вам не скажу, потому что, в принципе, у нас очень много разных категорий. И люксовые категории стоят, естественно, дороже, чем стартовые. А также есть пиковые даты в году, когда проживание, естественно, дороже. За студию, да, 3500 рублей сейчас в сезон, в сезон, в сезон стоимость может подходить и к десяти. Это все зависит от конкретной даты. И все зависит... Если это групповое размещение, то, конечно, там уже тарифы обсуждаются в зависимости от загрузки, в зависимости от количества апартаментов, в зависимости от, может быть, объемов сотрудничества с конкретным агентством. Да, ну, не за человека, а за апартамент, за всю студию. То есть, в принципе, может размещаться и двое, два гостя. Мы, наша стоимость, она только за апартамент. Да, за апартамент. Спасибо вам, что послушали. Очень приятно. Мы первый раз в таком формате вещаем. Очень рады, что вам понравилось. На Booking.com мы есть, но там Doflans. Да, так и есть. Ну, так и называемся. На сайте. По поводу работы сейчас. Мы работаем в прежнем режиме. Спасибо. Работаем, рассказываю. И вакуум. И вакуум. Работаем в прежнем режиме. Предлагаем гостям специальные тарифы на самоизоляцию, на суточную аренду и на активную, конечно, продвигаемую долгосрочную аренду. Мы оперативно переключили фокус все-таки в долгосрочную аренду. И сейчас обеспечиваем гостям полную безопасность в рамках самоизоляции. У нас очень чисто, спокойно, у нас действительно опасно. Мы для этого делаем все. Понятно, что как-то из других городов к нам сейчас особо не приедут, поэтому мы стараемся ориентироваться на местный рынок, чтобы как-то, так, отвлекаясь, чтобы пережить этот кризис, этот сложный момент. Вот. Поэтому ждем вас всех, когда ситуация наладится, когда все нормализуется. Спасибо за внимание. Всем большое спасибо. У нас еще есть две минутки. Если вдруг какие-то есть вопросы, может быть, будем рады ответить. Ну, конечно, уже всего две минутки. Наверное, вам нужно бежать на другие губы, да? Да. А, нет, мы последние сегодня. А, да. Спасибо всем, кто слушал, кто зарегистрировался, кто задавал вопросы. Со всеми будем на связи. Презентацию вышли, все ссылочки, которые нужны. Если кто-то что-то пропустил, пожалуйста. Обращайтесь, да. Обращайтесь, почта. Вот у нас в закрепленном сейчас Инстаграме, но из Инстаграма тоже можно перейти на сайт, подписывайтесь. Да, очень-очень рады. И, да, хорошей погоды нам действительно не хватает. Поэтому рассылку всем разошлю, любую. Все рассылки, какие хотите. Вот. Все у нас контакты будут от Profit Travel. и также всем, кто оставлял почту электронную, тоже направят предложение. Спасибо вам. Спасибо. Мы, наверное, должны. У нас есть еще одна минута. Ну, все, может, кто-то пишет. Так. Мы ждем. Все, по-моему, все вопросы, так-то не хватает к кому-то. О том, что-то. Интересно. Ага. А, после нас не занялся. Что можно еще побеседовать. Да. На самом деле сейчас мы работаем в старом, ну, так сказать, в обычном режиме, но у нас, конечно, усилилась уборка, усилилась дезинфекция всех поверхностей. От двух человек, на самом деле, от одного, конечно, один человек может размещаться в апартаменте сам. Но доплату за второго мы не берем. И цена от того, что размещается или один, или два человека, не меняется. И тариф самоизоляции, ну, вот, например, тариф самоизоляции у нас отличается по стоимости, потому что в него уже входит питание. И мы, ну, это не косметические принадлежности, это уже серьезные траты. Вот, и поэтому он меняется в зависимости от количества размещаемых гостей. Можно заказать заранее питание или два раза в день, завтрак, ужин или три, завтрак, обед, ужин. И наш ресторан уже готовит сеты для питания гостей. Скидки на длительное проживание. И у нас есть просто фиксированный тариф, по которому мы предлагаем проживание в студиях, в апартаментах с одной спальмой и в апартаментах побольше. Да, сейчас у нас студия стоит от 40 тысяч в месяц на длительную, соответственно, аренду. В эту стоимость входит уборка. Раз в неделю, да, по-моему? Да, раз в неделю. Раз в неделю уборка со сменой постельного белья и полотенец. Входит интернет, конечно, в телевидение. Телефонии. Да, ну и все обслуживание, ресепшн, консьерж-сервис. Если необходимо, помогаем с доставкой продуктов, с заказом, с доставкой и заказом медикаментов. Если требуется. Да, у нас вот до всей ситуации в мире долгосрочная аренда, в принципе, действовала от 30 дней, но сейчас мы чуть-чуть пересмотрели. Тариф это действует от двух недель, то есть от 14 дней. И потом, например, при аренде апартамента на 21 день, не знаю, на 18, он просто пересчитывается в соответствии со стоимостью апартамента в день. Ну, выходит, что гостю не нужно платить за весь месяц, если она живет весь месяц. Описы у нас... Да, у нас есть коммерческие помещения. Они находятся где? На втором, третьем этажах. Но мы не сдаем им комфисы в клиенту, мне кажется. Да, мы не сдаем коммерческие помещения. Ну, у нас это есть, этот сегмент. И у нас эти потоки разведены, то есть отдельно гости, отдельно коммерческие. Все никак не совмещается. Да, у нас классный проект, и у нас мы удобно расположены. У нас хотят... То есть есть спрос на аренду коммерческой недвижимости у нас в Сталине. Ну, как-то бы все, вопросы когда кончились, после кончились. Да, можно. Может быть, выйти из нее, чтобы было видно? Ну, не знаю, но... Убрали. Вот. Если еще есть какие-то вопросы, то мы можем еще подождать. Ну, и все, посидеть. Посмотреть. Это больше никто ничего не пишет. Ну, тогда, я думаю, лучше выйти на пике, да. Презентацию вам отправят, поэтому вся информация будет, если кто-то пропустил что-то. Свяжемся потом с нашим победителем. Да, с квалификатом отправим. Да. Все. Спасибо вам большое за внимание. Будем рады видеть, встретиться с вами. Мы будем в качестве участников, вот, как вы сейчас на других мебинарах. Да. Вот, видишь, нас уже провожают. Да, да. Все, тогда ждем от вас писем, звонков. Приезжайте в Питер. Всем до скорого. Всем спасибо, что были с нами. Пока. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.